Самая популярная страшилка, которая летает сейчас по Краснодарскому аэропорту, то, что его могут закрыть. А все потому, что в очередной раз срываются сроки реконструкции взлетно-посадочной полосы. Она, к слову, в Пашковском аэропорту одна. Сейчас самолеты взлетают и заходят на посадку на рулевой дорожке. Вот и получается, на одной полосе основной ремонт еще не закончен, а на другой временной уже подходит время латать покрытие. Краснодарский аэропорт – седьмой в России по пассажиропотоку. Несложно представить, что будет, если он хотя бы на несколько месяцев остановит работу. Поэтому вопрос безопасности воздушного сообщения региона уже взят на карандаш в самых высоких кругах. После письма президенту от главы края Венимина Кондратьева, в котором подробно говорится о проблеме, сегодня в Краснодар прилетел и министр транспорта России Максим Соколов. Здравствуйте, дорогие друзья. В данном случае власти региона выступают в качестве своеобразного третейского суди. Ведь отвечают за все работы заказчик – федеральное предприятие, администрация гражданских аэропортов, и подрядчик – структура «Трансстроя». Чтобы закончить реконструкцию так называемой взлетки, которая сейчас завершена примерно на 90%, как часто это бывает, не хватает денег. Кто должен платить, заказчик с подрядчиком разобраться не могут. Но пока они решают, кто из них правее, проблема просто зависает в воздухе, обрисовывает ситуацию главе Минтранса Вениамин Кондратьев. Нельзя забывать и о жителях, которые пользуются аэропортом. И лишить этой возможности как бизнесменов, так и жителей края, так и его гостей, никто и здесь, я считаю, не имеет права. Здесь нарушаются публичные интересы или муниципалитета, или края, в данном случае надо так понимать. И я оставляю свое право обращения в прокуратуру Краснодарского края с целью прокурорского реагирования на эту ситуацию. Потому что в таком режиме как муниципалитет, так и край находиться не может. В противном случае, я считаю, мы будем просто непоняты как жителями, так и гостями Краснодара и края, так и бизнес-элиты. Я не знаю, что я просто понимаю вас, я вас полностью поддерживаю. Меня тоже удивляет, конечно, что со стороны подрядчика были такие безответственные действия в части срыва долгого графика работы. Действительно, мы с вами находимся в одной лодке ответственности перед гражданами. И должны понимать, что это не просто стройка, это не какой-то бизнес-центр, условно говоря. Это действительно системообразующий как для транспортной системы, так и для жителей объекта. Долгие переговоры с главой Краснодарского края оказались плодотворными. Министр транспорта ставит задачу перед подрядчиком и заказчиком. К первому сентября полоса должна быть готова к приему. Следить за выполнением работ теперь будет и Краевой Минтранс, который разработает дорожную карту реконструкции взлетно-посадочной полосы. После совещания из аэропорта Венимин Кондратьев и Максим Соколов отправляются решать проблему уже наземного передвижения. Сначала в небе облетают участок трассы М4 Дон от Выселок до Краснодара, потом на земле. Участок трассы полностью отремонтируют в августе. Для нас принципиально важно, теперь уже под вашим руководством мы проводим совещание, не говорить о том, что мы делаем и вот уже чуть-чуть еще совсем. В принципе важны сроки, четкие сроки, когда мы получим готовую трассу для ее эксплуатации, когда у нас будет беспрепятственный проезд как для гостей региона, как для автотуристов, так и непосредственно жителей нашего края. Мы для этого и собрали, чтобы четко обозначить эти сроки до конца августа в полном объеме, ну выполнил все работы, связанные там с завязками, обустройством, может быть там где-то откосов. А уже к первому августа Соколов заверил, что на участке трассы М4 Дон от Выселок до Краснодара откроют четыре полосы, по две в обе стороны. Александр Иванченко, Алексей Комаров, Артур Завада, Кубань-24.